Я часто слышу возражения. Почему на экране одни и те же актеры? Неужели в кино больше никого нет? Есть. И для того, чтобы это доказать, и существует наша программа. Сегодня я познакомлю вас с одной молодой актрисой. Здравствуйте! В кадре Николай Никулин. Наша сегодняшняя героиня — актриса Лена Тронина. Она сыграла главную роль в выходящем 1 апреля, то есть уже завтра, на Море ТВ сериале «Хэппи Энд». Родилась она в городе Алмата, жила в Швейцарии, снималась в зарубежных фильмах, опять-таки, швейцарских, австрийских. Кстати, интересно, насколько отличается тамошнее производство от нашего? Естественно, задал я вопрос Лене навстречу. Зарубежные проекты, они тоже бывают разные. Если это какой-то инди-фильм малобюджетный, там все равно будет гораздо милее, чем у нас. Я всегда хотела сниматься в кино. Я всегда хотела сниматься. Я давала родителям камеру, чтобы они меня снимали. Я все время играла, либо это делала на зеркало, либо как-то. Но мне всегда хотелось сниматься, всегда хотелось быть перед камерой. И так она снялась в одной из главных ролей в сериале «Хэппи Энд». В сериале про любовь, про самоопределение молодых, про то, как можно стать заложником индустрии развлечений ради денег. Тематика картины смелая. Подробнее рассказывать не стану, это уже будет спойлер. Посмотрите сами, если будет интересно. Вместе с Леной в шоу снялись Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина. Среди продюсеров Сергей Бондарчук, Алексей Киселев. Режиссером проекта стал Евгений Сангаджиев. Ну, ты можешь сейчас собраться и сделать ступом. Соскочить не получится. Сработай шкурой. Че это тебя в Москву занесло? Кинематограф. Что же еще? Вот его избегай любовать со мной. Прыгнешь через голову, тебе не помогут. Обязательно тут что-то. Я не могу ее отпустить. Я очень много вложил в нее. Ты реально идиотка. Интересное кино здесь. С режиссером я познакомилась в Зуме, потому что тогда была такая сложная ситуация, следи с карантином, и я не могла приехать сразу на кастинг. Я познакомилась с Женей в Зуме, и там же я познакомилась с Лешей, с продюсером сериала. И я сделала свой первый кастинг с ними, что ли. Я просто почитала с ними текст, и это было прикольно, но этого было недостаточно. Потом я приехала в Алмату, я тогда была в Мерсетане. Я вернулась в Алмату, я сделала еще один и кастинг, то есть мы еще раз записали все сцены так, чтобы я не по Зуму общалась, чтобы был какой-то видеоматериал. Его прислали, и меня пригласили сюда на пробы. Я приехала на пробы, прошла их. И так, на свой день рождения, кстати, который 31 июля, а не 1 апреля. Во-первых, это взаимодействие с режиссером, который супер поддерживающий, супер понимающий, супер направляющий, супер переживающий вместе с тобой все, что происходит, и это дает такую, как подушечку какую-то мягкую. Ты знаешь, что ты не один, а это очень круто. Потом, а, ну костюмы, да, господи, что я несу? И костюмы, конечно же, тоже у нас был художник костюма Наташа Туровникова. Это для меня было просто каким-то наслаждением каждый день приходить и переодеваться в это, быть в этом, чувствовать, что человек чувствует тебя и знает, во что тебя наряжать. Это для меня очень-очень-очень важно, потому что наряжаться я люблю. В синопсисе то, что указано, там есть просто пара молодых людей, которые уезжают из родного города, и они там как-то начинают жить в Москве. Если есть какие-то проблемы, я их решу. Не решишь. Женихим? Почти. Там вообще самая платежеспособная аудитория. Нет. Еще раз напомню, что сериал «Хэппи-энд» стартует завтра, 1 апреля, на платформе Море ТВ. С вами был Николай Никулин. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Кинокритик против интервью, оценки, анализ». Мы смотрим кино с пристрастием.